Здравствуйте, дорогие друзья, глубоко уважаемые коллеги, единомышленники. Прежде чем представить свой доклад, мне бы хотелось выразить большую благодарность организаторам форума за предоставленную мне очередной раз выступить возможность на данном форуме на столь высокозначном мероприятии и еще раз рассказать, поделиться с вами опытом работы отделения реабилитации стомированных пациентов городского клинического онкологического диспансера. Сегодня очень обзорно и кратко я расскажу о работе нашего отделения, о тех проблемах и практических решениях в уходе за стомированными пациентами. Проблемы-то актуальны на сегодняшний день. По данным Всемирной организации здравоохранения, на каждые 100 тысяч населения в целом порядка 100-150 человек имеют стомы. В основном это вывод толстого кишечника на переднюю брюшную стенку. Ежегодно в Санкт-Петербурге только по поводу колоректального рака производится в среднем 1000 стомирующих операций. Это очень большое число операций. Операции делаются с античных времен, со времен Древней Греции. Стома в переводе с греческого это рукотворное отверстие. В данном случае я буду говорить о выведе толстого или тонкого кишечника на переднюю брюшную стенку, предназначенное для отведения содержимого кишечника или мочи. Отличительными особенностями стомы является тот факт, что это не заболевание, это не раны и не болезнь, а следствие перенесенной операции. Стома не требует специфического лечения, однако стоит учитывать, что стома требует постоянного наблюдения и квалифицированного ухода. Как я уже сказала, основной причиной стомирующих операций является колоректальный рак, если другие причины – няк, болезнь крона, семейный полипост, рамы, врожденные аномалии развития. Показаниями к выводу ура стомы является рак мочевого пузыря, сморщенный мочевой пузырь, недержание мочи, врожденные аномалии развития и различные травмы. Нужно вспомнить, что еще несколько десятков лет назад, в советские времена, когда не было должной помощи организованной данной категории больных, по статистике процент суицидов среди данных пациентов был самый высокий, потому что человек, который перенес операцию по наложению стомы, оказывается, как правило, не готовый ни к самому факту операции, ее последствиям, но и в последующей жизни деятельности со стомой. Принципиальным отличием данной категории людей является невозможность сохранения привычного образа жизни. И когда люди брошены и находятся один на один со своей проблемой, то, к сожалению, идет ранняя инвалидизация и очень сложность с адаптацией в социальной среде. Основная цель реабилитации стомированных больных – это улучшение качества жизни этой категории больных. Таким образом, еще в 1996 году приказом Комитета по здравоохранению был организован первый и единственный центр помощи стомированных пациентов в городе Санкт-Петербурге. И сейчас он успешно работает в стенах городского клинического онкологического диспансера. Лена Валентиновна уже говорила о том, что реабилитационный процесс поэтапного восстановления и компенсации нарушенных функций организма и трудоспособности пациента, достигаемый применением комплекса медицинских, педагогических и социальных мероприятий, если учитывать это, то все три аспекта являются основой работы данного нашего отделения и неразрывно взаимосвязаны. Я не могу, конечно, очень подробно остановиться на этом. Тем не менее, главная задача реабилитационного процесса – это сведение к минимуму осложнений стомирования и скорейшее восстановление трудоспособности и социальной активности наших пациентов. Если говорить об этапах процесса реабилитации, то основные три этапа – это предоперационная подготовка, послеоперационный уход и амбулаторное наблюдение. Предоперационная подготовка в основном заключается в определении местоположения стомы, что является залогом качества жизни стомированного пациента в дальнейшем. Но нужно учитывать, что специалистов, связанных с этим, мало, и, к сожалению, возможность определить местоположение стомы имеет только те медицинские учреждения, где есть профильные специалисты. К слову сказать, операции по наложению стомы зачастую в нашей стране проводятся в экстренном порядке, и наличие стомы на животе оказывается неприятным сюрпризом как для пациента, так и для хирурга зачастую. Наше отделение является амбулаторным, поликлиническим. На учете на сегодняшний день состоит порядка 8 тысяч пациентов. Несколько тысяч человек в последние несколько лет мы обеспечиваем также нутритивной поддержкой. Это пациенты со злокачественными новообразованиями головы, шеи и пищевода. Это новое направление в нашей работе. Основными направлениями являются специализированное консультирование, решение о направлении к хирургу по поводу реконструктивно-восстановительном хирургическом вмешательстве, психологическая и консультативная помощь, а также социальная помощь, то есть обеспечение пациентов современными средствами реабилитации. Ежедневно к нам записывается порядка 7-10 первичных пациентов с разных клиник города. Это очень большое количество людей. Когда я начинала работать на отделении 15 лет назад, это было 3-4 пациента. Сейчас практически в два раза увеличилось количество первичных пациентов. Первичный прием длится порядка 45 минут-часа. Основные направления беседы заключаются в обучении правилам ухода за стомой, подбор обучения пользованием средствами по уходу за стомой, рационализация питания, образа жизни в аспекте профилактики стомирования. Рассмотрим очень кратко основные принципы ухода за стомой. Они заключаются в защите кожи, защите слизистой стомы, профилактике осложнений стомирования и создании максимального комфорта. Основными осложнениями со стороны кожи являются аллергические реакции, воспаление, мацерация кожи, грибковая инфекция, контактный дерматит. Но причина этому зачастую недостаточный уход за кожей в перистомальной области, негерметичность системы, несоответствующие диаметры вырезного отверстия, длительное ношение колоприемника. Очень часто пациенты получают не очень достомерную информацию в клиниках, когда советуют врачи носить колоприемник, пока они отвалятся, вырезать побольше и так далее. Поэтому, к сожалению, возникает очень много проблем. Здесь мы видим аллергические реакции, контактный дерматит. Аллергическая реакция исправляется исключительно путем подбора качественного адгезивного слоя, подходящего для данного пациента. Контактный дерматит связан с потеканием агрессивной каловой среды либо мочи на эпидермис. Существуют всевозможные средства по уходу за кожей, как то крема, защитные пленки гипоаллергенные. Наносятся они прямо под колоприемник, создают эффективную поверхность, которая является лечебным и профилактическим средством. Муцерация изъязвления возникает в области стома в связи с более сильным поражением агрессивной вкаловой среды, особенно это касается вывода иллюстом тонкого кишечника, где жидкость еще не впитывается в стенку кишки, либо уростома. Также пудрой лечится несостоятельный швов в области стомы. Вот с такими вещами сталкиваются наши пациенты зачастую. Осложнениями со стороны стомы является псевдополипоз, это следствие механического воздействия грубого материала на слизистую, размокание адгезивного слоя, то есть если пациенты стараются полоскать калоприемники внутри или редкой сменой калоприемников. Рецидив в области стома, к сожалению, очень частый. Одно из неприятных осложнений – это ретракция или неровная поверхность в области стомы, что связано с хирургическими особенностями аномалии проведенной операции. Здесь это очень отравляет жизнь пациенту, поскольку калоприемники в данной ситуации не держатся, часто подтечки, ну и качество жизни резко падает. В данной ситуации используются всевозможные пасты, герметики, адаптивные кольца, спиртосодержащие нет. Все это индивидуально подбирается на приеме стомотерапевтов на нашем отделении. Одно из сложных осложнений – это стеноз и структура колостомы, возникающие как позднее послеоперационное осложнение. К сожалению, пациенты не осведомлены о том, что есть совершенно простейший способ преодолеть это бужирование, как метод профилактики стеноза. Когда человек самостоятельно может одеть резиновую перчатку и методом с помощью мизинчика проверить проходимость кишки с целью профилактики стеноза на уровне различных слоев брюшной стенки. Выпадение пролапс или параклостомические грыжи – еще одно осложнение, которое часто сопутствует в жизни наших пациентов, связанное с неправильным ношением калоприемников или бандажей, с резким повышением брюшного давления, с давлением брюшной стенки, эластичными бандажами, всяческими повязками, либо подъемом тяжестей, ну и со слабостью, естественно, мышечного корсета. В данной ситуации мы советуем абсолютно доморощенный и простой способ преодолеть это ношение бандажа из вафельного полотенца на крючках. Ничего лучше мы не придумали за долгие годы работы. Я не буду очень подробно останавливаться на различных системах калоприемников, которые индивидуально подбираются каждым специалистам в зависимости от активной социальной активности пациента, возраста, статуса. Самое главное требование, предъявляемое к калоприемнику – это комфортность, надежность, незаметность, бесшумность и герметичность. На первичном приеме пациент обеспечивается всевозможными пособиями по уходу за стомой. И как медицинский психолог учреждения отделения реабилитации, я с уверенностью могу утверждать, что психологический аспект затрагивает все этапы реабилитационного процесса и является одним из важных факторов возвращения стомированных людей в полноценной жизни. В заключении мне хотелось бы вспомнить притчу. Одного мудреца спросили, какое самое лучшее лекарство для людей? И он ответил, самое лучшее лекарство для людей – это любовь и забота. Кто-то иронично воскликнул, а если не помогает, следует увеличить дозу. Я желаю всем здоровья, быть внимательными к себе, друг к другу, берегите себя и своих близких. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.